По улице мира двинулись в центр города. Погода у нас сегодня прекрасная, морозит, ощущение такой хорошей русской зимы. Солнышко светит. Одеты соответственно, нам не холодно, настроение хорошее. Идем изучать, как живет Торжок. Ну лед просто галимый. Красивая лестница с современной росписью. Это на мост, это вот наверное как раз Калининское шоссе. Торжок один из малых городов России. Его население, как нам подсказала Википедия, 46 тысяч человек. Сегодня это районный центр Тверской области. Расположен практически на трассе М-10 между Москвой и Петербургом. А с другой стороны частный сектор. А Москвы 250 километров. Ну почему там целая линия вон идет? Завод мангалов РФ. Вот мангалы у нас свои есть. Ну это сайт. У них видишь молодцы все. С 64-го года. Ну значит с 64-го года еще другое производят. А здесь вот объявление требуется на работу. Так сварщик-сборщик 45. Электротехник 45. Формовщик 50. Вот видят там завод мангалов. А вот здесь вот готовят площадку под будущий музей. Пока только два вертолета стоят. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас актуальная история. Вы испугались что ли? Да. Они не живые. Магазин Пятерочка. Наша любимая. Везде мы ее видим. Кинотеатр Проспект. Торгово-развлекательный центр с кинотеатром. Официально торжок это малый город. Сколько? Улица Мира. Административный центр Торговского района, который не входит. Для городов областного, значит видишь, он административный центр района, но в район он не входит. Ну, он не входит. И вот балконов-то очень много застекленных. Здесь. Причем это вообще вот современное какое-то застекление, видишь? Вон даже раздвижные ставни. Здесь уже улицу песочком посыпаны. Приятно, что не химии. Ну вот. Старые дома. Есть совсем деревянные. А вот это вот характерный низ для купеческих построек. Каменный. А вверх деревянный. Потому что уже в 18-19 веке люди прекрасно представляли, что дерево, оно для здоровья полезнее. Этот дом, наверное, какой-то заброшен сейчас. Судя по рукам. Даже вот. Парка, въезд. Ну-ка, посмотрим, что там. Я пойду посмотрю, что здесь. Здесь явно говорит о заброшенности дома сейчас. Сейчас. Правда, почтовый ящик висит. Дверь железная. Курточка наверху открыта. Может быть, какая-то часть его используется. Ну, а какие дома, я думаю, что многие узнают. Что они... Гниет. Гниет. Ну, так это дом-то старенький. А они тут живут. Живут, видишь? Ненавески висят. Ненавески здесь висят. Балкон вон разваливается. Цветы стоят. Вон гаражи. Старый, большой. Старый? Большой? Нет. Там он храм ремонтирует. Вернее, нет, храм уже выглядит прилично. Это конокольный. Да какой храм то это? Там поворот на пролетарскую улицу. Вот так улица зеленая. Деревьев много, видишь, это сейчас просто листьев нет. А так смотри, видишь сколько деревьев, причем там вообще какие старые. Вот где-то дубы и по-моему. На территории этой. Может быть зеркало. Куда на Осташках? Вот, смотри, вон, видишь? А, вот, Осташках. На Осташках. А на Петербург туда, направо. А вот это чей памятник? Надо пойти посмотреть, но это явно какой-то наш военный. Да нет. Воробьев Борис Алексеевич, генерал-майор авиации, вертолетчик. Он первым выполнил мертвую петлю на вертолете. Прошел Афган, был награжден орденом Красного Знамени, а погиб при выполнении планового испытательного полета здесь, в Торжке. Движение такое достаточно оживленное. Улица Мира на этом закончилась. Пусть прошли. Там уже садовая площадка. Вот туда прямо уже после площади Воробьева уже садовая. Ну, туда садовая. А вот туда вот, нам вот туда надо. Карла Маркс. Там Карла Маркс. Карла Маркс. На этом наш поход по улице Мира закончился. Идем изучать Торжок дальше. Торжок. Торжок. Ты в Торжке. Ты съел здоровья, мирного неба над нашими головами. И чтоб скорее настало это время.